Всем привет! На днях горячо нами любимая Сонечка выпустила новую недокамеру, которая называется Sony ZV-E10 Mark II. Я изначально даже не хотел делать это видео, потому что что можно ожидать от очередного унылого кропа от Sony? Да это же легас, не слушайте его, оно уже просто так беспочвенно, просто так пи*** про Соньки. Лучшие камеры в мире для видео, для блогеров, для хуйберов, для всех лучшие камеры, только Sony. То есть Sony в принципе ничего толкового сегодня не делает, но эта камера меня все-таки чуть-чуть, но удивила. И давайте же посмотрим на ее спецификации. Ключевые характеристики. СМОЗ сенсор на 26 Мп от старших моделей A6700 и Sony FX30. Дальше разрешение 4К со всего сенсора без кропа до 30 FPS и 4К60 с кропом 1.1. То есть можно сказать, что без кропа, при этом 4К60 здесь идет с оверземплингом с 5.6 кат. В этом режиме вы получаете резкое видео. Дальше. Эта камера умеет писать 10-битное видео, в отличие от ZV-E10 первой версии. Там не было 4К60 и там было только 8 бит. Естественно здесь есть S-Cinetone и параметры креативный вид, где вы можете наложить тонирование а-ля как в инстаграмчике. Можно загружать луты. Кстати, то чего очень не хватает криворуком на Sony A7S III. Вот, если бы добавили в A7S III луты, все было бы по-другому. То есть когда луты можно загружать прямо в самой камере и записывать их на видео так, что потом вы не сможете заниматься цветокоррекцией. Но в ZV-E10 Mark II завезли эту функцию, то есть можно загружать луты. И конечно же есть S-Log3. И здесь этот S-Log3 рабочий, потому что камера пишет в 10-битах, в отличие опять же от первой версии. Дальше. Здесь добавили трехкапсульный микрофон с автоматическим выбором его направления, так же как в ZV-E1. Но у этой камеры нет механического затвора. То есть знаете, у Sony в принципе история-то постоянная. То есть чтобы сказать, что камера для видео, нужно просто взять фотоаппарат и выкинуть нафиг механический затвор. И тогда камера автоматически становится кинокамерой, как это произошло с Sony FX30. Блин, ну если или газ ругают, значит надо брать, надо две, надо три, сразу на предзаказ ставьте. Если вот этот ушлёпок ругает камеру Sony, она просто охранительная. Вот, 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 без... И в этой камере есть процессор и матрица от FX30, но при этом она стоит на 800 долларов дешевле. Потому что цена новинки с объективом китовым 1650-1100 долларов, без объектива 1000 долларов. И сразу скажу, что меня зацепило, почему я говорю, что эта камера, ну хотя бы хоть как-то обратила мое внимание, среди всей череды бессмысленного мусора среди камер Sony, что она конкурентная. То есть, впервые Sony выпускает нечто конкурентное, хотя бы по характеристикам. То есть, не по эргономике, здесь она традиционно отсутствует. Но хотя бы по спецификациям Sony начали выпускать хоть что-то толковое. Потому что за 1000 долларов на данный момент вы не купите 4K60, 10-битный цвет и всё вот это вот то, что я вам только что описал. То есть, для этого нужно будет доплатить больше. А эта камера за 1000 долларов предоставляет то, что другие не дают. Но с другой стороны, здесь нет видоискателя и нет механического затвора. Потому что у ZV-E10 первой версии был механический затвор. Не было видоискателя, но был механический затвор. При том, что эта камера стоит дороже, чем ZV-E10 первая. То есть, они выкинули затвор и сделали камеру дороже. Но с другой стороны, по видео всё-таки её чуть-чуть больше напаковали. И поэтому я говорю, что эта камера хотя бы выглядит конкурентной. Потому что ближайший конкурент, допустим, Canon R10, сейчас я вам покажу. Если брать чистоту без объектива, то 879 долларов с объективом простеньким 1000 долларов. То есть, она на 100 долларов дешевле. То есть, R10 чуть-чуть дешевле получается, но незначительно. То есть, в принципе, 100 долларов туда-сюда. Но по спецификациям сильно уступает. Потому что здесь 4K60 только в кропе. Причём кроп 1.54. Это ощутимый кроп. То есть, у Сонечки кроп 1.1. А у R10 кроп 1.54. Но я тестировал эту камеру, кроп там заметный. И R10 не пишет в лог-профиле. Там есть только HDR-PQ, что не то же самое, что и лог. То есть, по количеству наворотов, вот эта новая ZWE 10 Mark II опережает Canon R10. Хотя, с другой стороны, R10 это гораздо более эргономичная камера, у которой на месте все кнопки, на месте затвора. И даже в этом бюджете есть джойстик для управления. То есть, это и полноценный фотоаппарат, и камера, на которую можно тоже качественно снимать видео. Но без изысков, потому что лог-профиля R10 нет, полноценных 10-бит нет, кроме HDR-PQ, но это не совсем то же самое. То есть, камера, на самом деле, более удобная и всё-таки более полноценная. Но, с другой стороны, хотя бы по спецификациям Sony уже хоть что-то конкурентное предлагает. Потому что, ну вот тот же самый Sony FX30 за 1800 долларов можно купить полнокадровый Panasonic S5 Mark II, который просто унизит её по всем параметрам. То есть, это просто мусор полнейший Sony FX30. Ну, как фотоаппарат, это пустое место. А как видеокамера, ну это обрубок от фотоаппарата. Вот что есть в Sony FX30. То есть, она просто дорогая. Точно так же, как и Sony A6700, тоже дорогая хрень, по большому счёту. То здесь, за счёт цены, ну хотя бы по параметрам, есть о чём говорить. 4K60, 10-битный цвет. Уже хоть что-то конкурентное Sony производит спустя сколько лет производства всякого шлака на рынок. Но, конечно же, блогеры в YouTube все рассказывают, что это лучшая камера для блогов. Что вот для YouTube берите вот это, не ошибётесь, лучшая камера. Sony, это передовые технологичные камеры. Не слушайте его. Слушайте, что говорят все. А все говорят, что Sony лучшая для видео. Все вот, вот все не врут. Все не б***ят. Все говорят так, как оно есть. Лучшая камера, у которой, напомню, нет матричной стабилизации у этой модели Sony ZV-E10. И, ну это как-то очень странно, рекламировать камеру без стабилизации для съёмки блогов. Там есть стабилизация электронная. Так же, как и у большинства других брендов, у стабилизации есть два режима. Стандартный и Active. У Canon это стандартный и Enhanced. Ну, то же самое, просто названия чуть-чуть другие. В стандартном режиме там crop небольшой, 1.1, но она практически ничего не стабилизирует. А вот в режиме Active crop 1.3, то есть довольно ощутимый. И при этом они показывают, что вот берите камеру и снимайте себя с руки с таким вот электронным стабилизатором, который, в общем-то, тоже проблему не решает. Картинка всё равно дёрганная, даже в совокупности с оптической стабилизацией в обновлённом объективе 1650. Потому что этот новый объектив, чем он обновлён? То есть вместе с новой камерой они выпустили новый объектив. Там есть функция Power Zoom, которая была и в первой версии этого объектива. То есть возможно зуммирование при управлении с камерой. Спереди от кнопки спуска есть такое колёсико. И вот это колёсико можно использовать для зуммирования этим объективом. То есть объектив сам будет выезжать. Но точно так же, как и у Fuji есть китовый зум. У меня сейчас не он, но тот же самый принцип. То есть можно управлять зумом с камеры. Но в чём отличие второй версии, что во второй версии этот объектив во время зуммирования может фокусироваться. Потому что в первой версии, когда вы зуммировали, там фокус не работал. О чём все, конечно же, тихо молчали. То есть когда функцию добавляют, об этом всем нужно раструбить. Но что касается стабилизации. У этого объектива есть оптическая стабилизация, плюс в камере электронная. Тем не менее, для ходьбы и съёмки себя с рук в таком блогерском режиме, вот вы берёте вот так камеру и снимаете себя. Это не сильно годная штука по двум причинам. Во-первых, стабилизация получается так себе, всё равно есть рывки. А во-вторых, фокусное расстояние. То есть на самом широком угле здесь 16 мм. У камеры кроп 1,5, получаем 28 мм. И ещё добавляем 1,3 кроп для стабилизации в режиме Active. И получаем что-то около 35-40 мм. Для того, чтобы снимать себя на расстоянии вытянутой руки. Это означает, что у вас в кадре будет просто голова крупным планом. При этом с максимальной глубиной резкости. Потому что у вас там уже просто сумасшедший кроп получается. И очень тёмный объектив. То есть люди, которые покупают камеру вот в таком вот виде. Просто камера и китовый объектив. Снимать себя с руки очень плохая затея на эту камеру. То есть можно, конечно, извратиться. Купить какой-то светосильный фикс. Но учитывая дополнительные кропы, всё равно с шириной угла будут проблемы. Так же, как и со стабилизацией. Но все ж орут, что это лучшая камера для блогов. Знаете, когда Sony выпускает что угодно, любой мусор она выпускает. То все орут, что это камера лучшая для блога. Но дело в том, что у Sony даже камера, где есть матричная стабилизация, она бесполезна. Потому что там этот стаб нерабочий. Что я неоднократно показывал в своих обзорах. Но опять же, слепые люди не хотят этого видеть. Они хотят только слышать кучу продажных блогеров. Иначе их не могу назвать. Которые орут, что это лучшая камера для видео. Камеры, у которых не работает стабилизация на видео. Но они каким-то образом лучшие для видео. Но, с другой стороны, надо же похвалить, я же объективный обзорщик. Да там же матрица, это FX30. Матрица, ты понимаешь, что она как кинокамера снимает? Там режим кино есть. Олегас, ты чё? Матрица с обратной засветкой, 26 мегапукселей. Ебану, Олегас. Так как у этой камеры обновили матрицу, то здесь наконец-то появился нормальный роллинг-шаттер на камере Sony. Что для них редкость. Ну, такой же, как и у FX30, которая по цене просто неадекватный мусор. Но здесь цена. То есть, за 1000 долларов вы имеете роллинг-шаттер 16 мс. То есть, точно такой же, как, например, у Canon R5. Это не лидер сегодня среди камеры. Но это неплохо. С этим уже можно снимать видео. Но, опять же, фото здесь только на электронном затворе. То есть, по части фотосъемки это всё-таки ограничение. Но для видео, наконец-то, нормальный уровень роллинг-шаттера. Потому что у ZV-E10 I такой же сенсор, как у Sony A6400 с ужасным роллинг-шаттером. И у всех полнокадровых камер Sony. Ну, не совсем у всех, кроме A7S III. То есть, у всех, где нормальное количество мегапикселей. Там роллинг-шаттер просто трэш. То есть, он более 20 мс, ближе к 30 мс. И это никуда не годится. Но при этом все орут, что это лучшие камеры для видео. Ну, вот такой вот оксюмарон. Но здесь, ещё раз, в этой модели нормальный роллинг-шаттер. И эту камеру уже можно поставить на стадикам, например. И у вас не будет очень жёстких проблем с желе при движении камеры. Что для камеры Sony прям технологическое новшество. Опять же, в этом бюджете. Но, без косяков традиционных для Sony, конечно же, не обошлось. Потому что камера себе представляет очень компактный, лёгкий кирпичик. Её вес что-то около 400 грамм. Даже чуть-чуть меньше. То есть, камера действительно очень лёгкая, очень маленькая. Но при этом эргономика у неё отсутствует. Потому что все кнопочки сгруппированы вот здесь вот справа. О чём обзорщики практически никогда не говорят. Что когда вы берёте вот такое вот в руки, то вы вот большим пальцем сразу же нажимаете на все эти кнопки. И просто вот нажимать на эти кнопки максимально неудобно. И да, в обзорах говорят, что здесь есть акцент на сенсорное управление. Потому что экран здесь полноценно сенсорный. И менюшка, кстати, обновлённая. И можно всюду тыкать пальцем. Лилуи, наконец-то технологичная Sony. Всё можно пальцем выбирать. Но проблема в том, что если пользоваться на улице, то на этом экране традиционно нихрена не видно. А спасительного видоискателя здесь нет. Ну хотя у Sony даже при наличии видоискателя там на улице всё равно нихрена не видно. То есть видоискатель их не спасает. Просто проблема якобы лучшей камеры для блогеров вот этой вот в том, что на улице ей пользоваться максимально неудобно и некомфортно. Олегас, мне тебе повторять? Не экранчик снимает, матрица снимает. Такая матрица всего лишь за тысячу долларов. А ты чё, экранчик снимает? Да не экранчик снимает, а матрица снимает. Туда фотоны прилетают. Ты понимаешь вообще? Понимаешь, что происходит? Не, не понимаешь ты, дебил. Потому что у вас нет нормальной стабилизации, потому что вы ничего не видите на этом экранчике. И чё дальше? Не, ну если использовать в студийных условиях, без проблем. Но в студийных условиях можно взять и Sony 6400, которая сейчас там в два раза дешевле вам обойдётся. Ну да, там не будет 4K60, там не будет 10 бит. Но для того, чтобы писать интервьюшки, ну не обязательно покупать камеру за тысячу долларов. Не обязательно переплачивать. Опять же, если мы говорим про камеру для блогеров, чтобы ещё раз вот везде снимать, не только в помещении на штативе. В помещении на штативе без проблем. Я вон на Panasonic без автофокуса пилю, и мне всё отлично, всё нравится. Но если мы говорим про функциональную камеру, чтобы себя ни в чём не ограничивать, то это не тот случай. Потому что здесь управление, как традиционно у Sony, оно практически отсутствует. Зато, зато, здесь есть дополнительные кнопочки для максимальной глубины резкости, для съёмки, которая кнопочка боке, так называемая. Причём, ну, меня упор от этой истории просто поражает. Потому что всё, что она делает, она включает режим AV просто одной кнопкой. Ну да, у этой камеры же нет нормального колеса режимов. То есть, здесь элементы управления, ну, их практически нет. То есть, она как мыльница. То есть, тут нет джойстика, нет колеса выбора режимов, нифига нет. Есть только тёмный экран, который будет видно только в помещении, и минимум кнопок. Даже назначаемых кнопок здесь, ну, самый-самый минимум. Но здесь есть кнопочка бокешки. Так вот, с этим объективом бокешки не будет, и кнопочка не поможет. Ну, то есть, это бесполезно. Ну, грубо говоря, режим AV, просто с нажатием одной кнопки. Это стало сейчас модным, добавлять вот эти кнопочки, типа кнопочка бокешки, которая полностью и целиком зависит от объектива, и кнопочка для демонстрации товаров. То есть, когда вы поднимете какой-то товар, вот так, закройте лицо, вот так вот чем-либо. Вот я сейчас Fuji поднимаю, но у меня сейчас просто без автофокуса, потому что это не работает. То в режиме демонстрации товаров фокус будет переходить на то, что у вас в руках. Но, по сути, это отключение фокуса по лицам. Просто они по-другому назвали, и всё. То есть, я у себя на Fujifilm просто вот колесико на эту функцию назначил, и всё. Если мне нужно снимать какие-то предметы, не себя снимать, а с автофокусом вот что-либо снимать, ну, то, что там называется демонстрация товаров, я просто отключаю фокус по лицам. Но не через экранчик, а через назначаемую кнопочку. А здесь это выносится как прям вау, технологии, там суперфункции и так далее. Ну, такое. Смотрите, ещё, что касается дизайна этой камеры, она чуть-чуть поменялась относительно первой ZV-E10, потому что они поменяли сверху чуть-чуть кнопочки. То есть, теперь здесь есть у второй версии переключение фото, видео и режим S&Q, то есть замедленной съёмки. Потому что раньше аналогичным переключателям камера просто включалась-выключалась. Теперь такая вот защёлочка работает для переключения режимов съёмки. Это, в принципе, нормально. Ничего сверхъестественного, но окей, это хорошо. Хорошо. Включение камеры происходит за счёт рычажка возле кнопки спуска. И кнопка спуска, то есть она здесь очень многофункциональная. То есть здесь же вы и включаете камеру, здесь же вы нажимаете на спуск, и спереди вы управляете зумом, если у вас PowerZoom объектив. Но правда, про вот этот переключатель зума, многие блогеры говорят, что очень легко изменить, во-первых, положение зума. Но что ещё хуже, что если у вас объектив без зума, то вот этот рычажок, он управляет цифровым зумом. И очень легко изменить фокусное расстояние, когда вы этого не хотите. То есть искусственно включить цифровой зум, потому что она очень легко переключается. Но в меню это можно исправить, поэтому это такая мелкая придирка просто. Ещё одно важное отличие, о котором блогеры просто молчат, потому что о таком говорить это ж ну как так. Sony, что это идеальные камеры. Нельзя сказать, что у первой ZV-E10 был убогий квадратный экран с соотношением сторон 4 на 3. Ну к чему? Тем более, что они сейчас весь этот мусор позиционируют для видеосъёмки. Я просто который раз ругаюсь по этому поводу. Зачем вставлять в камеры экран 4 на 3? При том, что он вот так небольшой, низкого разрешения, тёмный, с отвратительным интерфейсом. То есть там все цифры, индикации всех параметров очень мелкая. При том, что экран низкокачественный. То есть вы плохо оно не увидите. И у первой версии там он ещё и был квадратным. То есть видео получается или в виде полосочки, или просто сильно кропается по бокам, вы ничего не видите. То у второй версии, наконец-то, это же такие технологии, это же технологичная Sony, сделали экранчик 3 на 2. То есть в этом плане, ну относительно первой версии действительно есть прогресс. Хотя по разрешению этот экранчик там чуть-чуть увеличили, там с 900 тысяч точек до миллиона точек. То есть всё равно разрешение у экрана довольно низкое. Из приятных мелочей касательно этой камеры, слот для карт памяти находится здесь сбоку, что хорошо. То есть не в батарейном отсеке, как у камер аналогичных. Причём вот Fujifilm XS20 камера, которая стоит дороже, которая лучше во всём, чем вот эта штуковина. Но карта памяти вставляется в батарейный отсек. Здесь же карта памяти вставляется сбоку, и это хорошо. Из приятных нововведений здесь поставили более ёмкую батарею. И этой батареи хватает примерно на 150 минут записи. Опять же, если снимать при температурных условиях в помещении, то есть когда не слишком жарко. Причём, что касается перегрева, то эта камера в принципе демонстрирует неплохие параметры. Она плюс-минус такая же, как и Fujifilm XS20. То есть если писать в помещении при температуре плюс-минус 20 градусов, то вы получите запись 4К24 150 минут. В обзоре Джеральда Дандана это всё показано. Но если снимать при высокой температуре в помещении, или же если поставить 4К60, тогда время записи существенно сократится, потому что у камеры нет активного охлаждения. Но с другой стороны, если просто писать интервьюшки, то на эту камеру можно писать относительно долго. И это неплохо. То есть здесь есть и ёмкая батарея, и по части перегрева это не худший вариант, скажем так, в своём классе. Причём сонебойщикам рассказывают, что хотите писать долго, надо покупать Sony FX30. Но Sony FX30 это абсолютно бессмысленная хрень, потому что за эти деньги есть очень много здравых альтернатив. Олегас, ну что, брат, ну что, нет же камер на рынке, вообще ничего нет. Ну ничего ж нет, только Sony нормальные, остальные они не считаются. Как я уже говорил, тот же самый Panasonic S5 Mark II, который, ну это небо и земля относительно этих камер. Кстати, напомню, что на S5 Mark II у меня есть подробнейший обзор, ссылка будет в описании. Потому что у Sony, ну, все их проблемы остаются там же, где они и были. То есть проблемы с цветопередачей, проблемы с эргономикой и так далее. Я вот зашёл в Telegram, кстати, заметил, что у нас идёт в чате активное обсуждение этой новинки. Напоминаю, что у меня есть чат для спонсоров канала. Присоединяйтесь, можно обсудить камеры, поделиться своими фотографиями, портфолио и так далее. Кстати, для спонсоров есть отдельный эксклюзивный контент. Например, у меня вышел обзор на Sigma FP недавно. Так что смотрите в описании, вся информация там. Так вот, обсуждают Sony ZV-E10 Mark II и пишут, что скорость синхронизации 1.30. Это как? Но я вам скажу, что в принципе спасибо, что там вообще есть возможность работать со вспышкой. Это, конечно, сильно ограничивает возможность использования вспышки. Но здесь же электронный затвор, здесь же нет механического затвора. Так что спасибо и на том. Но опять же, рассматривать эту штуковину как фотоаппарат в принципе не стоит. То есть за 1000 долларов вы получаете, ну такое устройство видеоориентированное, но при этом порезанное в этом самом видео и фото в том числе. Кстати, по поводу порезанности, там есть кинорежим, синематик, съемка с каше. То есть если вам захочется почувствовать себя труки наделом, то включаете кинорежим. И у вас появляются черные полосы сверху и снизу и все сразу кино. Там есть для этого специальный режим. Причем, когда я смотрю другие обзоры, я просто поражаюсь их формулировком. Смотрите, новая камера ZV-E10 Mark II от Sony исправляет все проблемы, с которыми я столкнулся с ее предшественницей. И представляет собой доступную производительную гибридную камеру для автора. В каком месте она гибридная, если там забрали механический затвор? Только что рассказывал про выдержку синхронизации 1.30. То есть для фотосъемки со вспышкой эта штука по большому счету не рабочая. И в этом же обзоре показывают пример фотосъемки. Вот бежит человек и эффект rolling shutter вот так вот тянется забор, потому что съемка идет на электронном затворе. И это без альтернатив. Еще раз, это лучшая гибридная камера, как они всегда говорят. Лучшая, лучшая, гибридная. Но в каком месте это лучше? Возьмите Canon R10, снимайте на механическом затворе. И вот этих проблем у вас не будет. И со вспышкой можно нормально работать. Конечно же, нахваливают профиль S-Cinetone, который дает приятные результаты прямо с камеры. Профиль S-Cinetone дает очень хорошие выбитые цвета на видео. То есть этот профиль, ну, довольно близок к стандартному. То есть вы получаете выбитые светлые участки, и это выглядит ни разу не киношно. Да, еще раз напомню, здесь поменяли меню. То есть ставили меню от более новых моделей Sony, которое, конечно же, лучше, чем то, что было. То, что раньше было, это полный трэш. Но новое меню относительно нормальных камер все равно убогое. То есть Sony по эргономике, ну, это такое себе дело. Зато можно снимать с высокими битрейтами. То есть здесь максимальный битрейт, здесь они показывают 200 мегабит. Но если открыть сайт BNDH Photo, то мы можем увидеть, что в 4K можно получить битрейт до 600 мегабит. А некоторые люди очень верят в магию цифр, что если увеличить поток, то качество трэшакового видео станет лучше. Я вам сразу скажу, нет, не станет. Потому что я на эти вещи не обращаю внимания, потому что длительное время у Sony не было повышенных битрейтов. Ну и ладно. А здесь завезли. И все, выше битрейт будет лучше картинка. Но такое. Но знаете, эта камера кое в чем даже опережает Sony FX30. Потому что здесь можно снимать на том самом электронном затворе до 11 кадров в секунду. А у FX30 только покадровый режим фотосъемки. То есть класс, класс, серий вообще нет. Кстати, в чем еще порезали эту камеру, здесь нет отдельного чипа автофокусировки с искусственным интеллектом. То есть нет определения этих коз, овец, машин, собачек, овечек, всех подряд. Вот здесь этого нет. И здесь пишут, что в разных обзорах я считал, так это нормально, это же не важно. И без этого можно хорошо обходиться. Я все время об этом говорю. Но когда этот чип искусственного интеллекта добавлен, то там обязательно расскажут, что как же вы без этого жили. Теперь камера может столько всего автоматически определять. И из-за отсутствия вот этого чипа здесь нет режима аутофрейминг. То есть когда камера делает искусственный крок, можно ходить перед камерой и она будет за вами следить. Я, кстати, делал видео на эту тему, как эту функцию можно реализовать даже на камере Canon. Конечно, с некоторым танцем с бубном, но это возможно. Причем, когда я говорю вот такие нелицеприятные вещи о новом мусоре от Sony, Sony-бойщик будет вопрошать, а что же тогда купить, что же, если не Sony? Ведь только Sony снимают только там самые правильные сенсоры и так далее. Ну нет ни камер, ни объективов, вообще ничего нет. Ну боли газ, ну только из Sony и выбираем. А среди Sony это топчик, ну ты видел, матрица от FX30. И ответ мой таков, что вот он у меня, кстати, лежит на столе, что в этом ценовом сегменте лучше чуть-чуть докинуть, чуть-чуть добавить и купить Fujifilm XS20, если вы хотите играться в колориста, снимать в 10 битах, в логе, снимать можно в 6К разрешении, Open Gate есть у Fujifilm XS20, у Fujifilm XS20 есть матричный стабилизатор, не лучший на рынке, но все равно лучше, чем у Sony. То есть эта камера, вот, у меня здесь стоит, но на голову лучше, чем вот этот ZV-E10 Mark II. И, кстати, на XS20 есть подробнейший обзор, ссылочка будет в описании. А для тех, кому просто хочется снимать видео без лишних изысков, то есть без вот S-Lock, без 10 бит, без вот этих наворотов, лучше взять Canon R10, потому что там все удобно и все на своем месте. У этой Sony все сделано, как всегда, максимально криво. Еще раз скажу, что камера, у которой не видно экран на улице, ну, не достойна внимания, потому что вот тоже говорят, ну, у Sony же лучше автофокус, чем у Fujifilm. Олегас, так у твоего Fujifilm же автофокуса нет, там же только руками крутить, но автофокус же у Sony топчик, у Fujifilm же там ни хрена не автофокус, ну, ты что вообще, понимаешь, что ты с чем сравниваешь? Причем это так говорится, как будто бы Fujifilm вообще только руками там фокус крутится. В чем-то он лучше, да, но у Fujifilm вы видите экран на улице. У Fujifilm эргономика, пусть она и своя Fujifilm, но она присутствует. Эти камерами удобно пользоваться, если вы привыкнете. К Sony привыкнуть нельзя, но это трэш. Да, конечно, многие на это говно снимают, но страдать это личный выбор каждого. Опять же, что касается альтернатив, если еще чуть-чуть докинуть, тогда уже можно купить Canon R7, где вы получите лучшую стабилизацию, и вот это действительно камера для блогеров, потому что с этой камерой можно где угодно ходить, снимать с рук, даже в движении снимать с рук, и у вас картинка будет плавная. Пусть у Canon хуже лог-профиль, то есть на Canon R7 картинка в логе будет более шумной, чем на ZV-E10 Mark II и даже на Mark I, то есть лог-профили чуть-чуть меньше динамического диапазона и больше шумов. Олегас, ну вот сам же говоришь, что сапог сливает, все, а тут картинка вообще, вообще другая картинка, ты спеки, смотри спеки, Sony это же топчик, это же спеки, это лучшая камера для блога. Но это не так критично, как отсутствие нормальной стабилизации, как то, что вы не контролируете то, что вы снимаете на эти Sony. Но опять же, это все познается только, когда вы имеете опыт съемки на различную технику. Это очень важный нюанс на самом деле, кстати, напомню, что у меня есть индивидуальная консультация по подбору техники, так что смотрите в описании, там есть вся информация по этому поводу, могу помочь вам выбрать картинку. И сэкономить на этом денег, потому что часто люди выбирают модели слишком дорогие, которые просто избыточны. И я могу помочь выбрать камеру именно под ваши задачи. Но, что касается ZE10 Mark II, которая, кстати, еще и выпускается в белом цвете, как всегда, с младшими моделями, можно купить черненькую, а можно купить беленькую. Ну, она вот на первый взгляд мне показалась симпатичной, потому что за 1000 долларов дает 4K60, вот все эти навороты внутри камеры. То есть, еще раз, 10 бит, S-Log3, вот все это. Но учитывая то, что пользоваться этой штукой нормально на улице, ну, будет так себе. Не, конечно, можно прикрутить туда накамерный монитор, можно поставить ее на стедикам, то есть, но размеры всего, и всей этой истории. То есть, это уже такая тема, ну, не совсем блогерская, конечно, все по-своему снимают блогеры, но, как всегда, с камерами от Sony, я всегда говорю, на рынке есть множество достойных агрегатов за сопоставимые деньги, которыми вам будут пользоваться гораздо удобнее, лучшие, которые больше годятся для поставленных задач. Вот этот мусор годится, ну, для рекламы в очередных проплаченных обзорщиках. То есть, ну, вышла камера от Sony, ну и ладно, как говорится. А на этом сегодняшнее видео я буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok